Сообщили о резком росте числа иммигрантов из России, переходящих в мексиканскую границу. В период с октября по декабрь прошлого года южную границу перешло 12,5 тысяч граждан России, а за год до этого, в те же три месяца, их было 5 тысяч. То есть поток россиян вырос в 2,5 раза. Условия для въезда украинцев в США сейчас серьезно облегчены. В отношении граждан России таких шагов не было, но в связи с войной против Украины вырос сам поток желающих иммигрировать в Америку. Росту прибывающих из России помогала и новая политика американской иммиграционной службы, общая политика, которой сейчас стало более охотно службы игнорировать, все еще формально действующий запрет на переход границы в связи с вирусом. Подавляющее большинство россиян говорят, что покинули страну вследствие репрессий против критики войны или выступая против военной мобилизации. Создано несколько общественных групп помощи беженцам из России, и с их помощью можно добиться назначения интервью на границе заранее. А в середине января начала действовать электронная программа, которая позволяет беженцам напрямую связываться с работниками пограничной службы. Но работает эта программа очень плохо, и толку от нее пока, во всяком случае, нет. На состоявшейся церемонии награждения музыкальными премиями Грэмми в центре внимания была Бейонсе, которая стала обладательницей наибольшего числа наград за всю историю церемонии. Она получила еще несколько премий, и общее их число составило 32. Другое дело, что при этом уже четвертый год подряд работа певицы выдвигается, и на главный приз, лучший альбом, но получают этот главный приз другие артисты. Рекорд Бейонсе поставлен за счет количества, в общем-то, второстепенных наград. В Америке имеет место сейчас дискуссия о том, кого можно назвать самой-самой популярной певицей. Единства, конечно, и близко нет, но а претендента в настоящем времени по общему признанию претендентов три. Бейонсе, Тейлор Свифт и также Леди Гага. Хотя Леди Гагу и в последнее время по каким-то причинам она свою активность серьезно снизила. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова